всем привет вы на канале валерия золушка сегодня я подготовила для вас видео мотивацию на уборку приведем наше жилище в порядок новому году вместе так что если вы любите такого плана видео оставайтесь со мной и всем желаю приятного просмотра сегодня я начинаю свою уборку с глажки мне нужно погладить рубашки мужа на работу старшему сыну в школу и также нужно погладить постельное белье вообще я эти домашние дела делала с утра и я стараюсь самые такие основные дела сделать все с утра мне кажется что утро это самое продуктивное время кроме того у меня в утренние часы старший сын в школе средний сын в детском саду ну а с малышом уже не так сложно он дает мне сделать какие-то дела я уже в своих видео как-то рассказывала что я не все вещи глажу я глажу только рубашки брюки и какие-то вещи на выход и также я глажу постельное белье остальные вещи в том числе детские я просто аккуратно складываю и нам так хорошо мне в комментариях даже писали почему я не глажу все вещи но вы знаете ребят мне кажется что если бы я гладила все полностью досконально а я знаю таких людей которые гладят даже нижнее белье носки так вот если бы я все это гладила я просто бы не отходила от гладильной доски мне все-таки жалко свое время у меня есть другие дела и мне какое-то время хочется посвятить себе любимые поэтому я не готова постоянно стоять у гладильной доски и в принципе я не вижу в этом ничего страшного мы и наши дети ходят чистые опрятные даже если сложить аккуратно вещи то они все равно выглядят нормально но это конечно же лично мое мнение вы можете с ним не согласиться просто рассказываю свое видение этой ситуации и последнее время когда я глажу мне очень нравится включать какие-то аудиокниги на фон потому что сериалы какие-то фильмы видео не так удобно смотреть потому что все равно ты смотришь на то что гладишь да как-то отвлекаться во первых и опасно и неудобно поэтому мне кажется идеально поставить на фон себе аудиокниги и кроме того это будет очень полезно для вашего развития потому что я знаю что у многих мамочек как и у меня мало свободного времени и вы знаете если я беру вот обычную бумажную книгу в руки вечером перед сном то буквально через пять минут меня уже клонит в сон а вот именно так усваивать информацию когда ты что-то делаешь мне кажется что это самое то по крайней мере пока дети маленькие пока не выросли пока нет возможности читать книги в том объеме в каком хотелось бы напишите кстати в комментариях что вы обычно смотрите или слушаете пока гладите будет интересно почитать я уже закончила гладить и сейчас хочу почистить вот этот наш прикроватный коврик он у нас из икеа вообще мы его купили для того чтобы малыш здесь играл чтобы не ползал просто по полу и я его чищу вот такой щеткой я заказывала ее на валбарис уже как-то показывала в своих видео но может быть кто-то не видел она отлично справляется с шерстью с какими-то волосами мелким мусором там внутри есть контейнер в который весь мусор собирается в конце когда я почищу я вам покажу и вот если у вас есть домашние животные то эта щетка это просто спасение если что это не реклама я покупала эту щетку за свои деньги я помню что у меня была такая проблема что у меня был диван весь в шерсти потому что ребенок постоянно на диване лежит с котом и вот только благодаря этой щетке я смогла его очистить от шерсти также она отлично подходит для того чтобы почистить ковры я знаю что многие влажной рукой собирают шерсть либо с мебели либо с ковров но поверьте рукой вы так тщательно все не соберете как соберет эта щетка самое главное когда ей чистите делать движение вперед-назад тогда будет все отлично собираться вот в этом контейнере потому что я когда только я купила я не знала и делала движение только в одну сторону и сегодня я буду сразу мыть полы во всей квартире дело в том что я свой беспроводной пылесос оставила у родителей в новой квартире в которой недавно завершился ремонт не успела его еще оттуда привести поэтому решила сразу все протереть шваброй единственное буквально вчера я пылесосила таким обычным проводным пылесосом поэтому у меня сегодня не очень много мусора и не вижу ничего страшного в том что я сразу помою полы мою полы я сегодня с помощью своей новой швабры рассказывала о ней в прошлом видео и вы знаете настолько мне понравилось ей мыть и у меня еще есть такая черта если что-то у меня дома новое появляется то я загораюсь и готова этим заниматься каждый день единственное у меня этот запал быстро проходит хватает недели наверное максимум на 2 но вот пока я этой швабры готова мыть каждый день очень мне нравится она такая очень удобная маневренная и ей можно подобраться во все уголки в квартире сегодня также решила навести порядок в детских игрушках но так без фанатизма просто рассортировать по категориям потому что родион средний сын здесь в принципе все складывает он молодец но немножко так перемешал и мы здесь игрушки храним вот в таких коробках в стеллаже и коробки и стеллаж из икея этот стеллаж фридлиф он мне очень нравится у нас в квартире таких стеллажей аж три штуки и я просто на них не нарадуюсь они такие классные и вот эти коробки они визуально весь шум убирают тут показываю вам нашего рыжика он у нас очень любит сидеть на подоконнике смотреть на окно еще у нас этаж высокий он все время смотрит здесь как птички летает и вот такая красота у нас сейчас за окном отчиски на тюгал лонусе а в чайку и сыралась и у него но у нас пиеной и у меня дизна сын на смею из-за пейсис да она но до бреди из битвы и И хотела показать вам вот такой ретро-чемодан, это чемодан Gross из Германии, еще это, наверное, 70-80-е годы. Дело в том, что родители у нас недавно переехали, мне папа, ну он меня спросил, нужен тебе такой чемодан? И вы знаете, у меня просто рука не поднимается его выбросить, потому что это ретро-чемодан, мне кажется, что можно устроить даже какую-то ретро-фотосессию с ним. Напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, вот как вы относитесь к таким ретро-вещам, выбрасываете ли вы с легкой руки, или все-таки вы такие вещи цените. И еще пока я здесь в спальне, меня моя подписчица Татьяна просила показать, как мы храним документы. Все основные документы, то есть паспорта, полиса, свидетельства о рождении и так далее, мы храним вот в такой папке. Несмотря на то, что нас 5 человек, документов довольно много, но в принципе все в ней помещается. Я эту папочку заказывала на Валперис, то есть здесь хранятся все основные документы, а уже что-то такое второстепенное мы храним в пластиковых контейнерах из Икеа в шкафу. И еще хочу вам сегодня показать новую серию книг. Эти книги подарили старшему сыну на день рождения, моему старшему сыну Льву 10 лет, я знаю, что среди моих зрителей много мамочек и они с радостью пользуются моими какими-то советами, писали мне в комментариях. Это фантастика, у меня сын вообще очень любит читать фантастику. Такие книги типа Волшебник изумрудного города, Страна сказок Криса Колфера, Хроники Нарнии, в общем, что-то типа такого. И вот эти книги тоже ему очень понравились. Так что, у кого дети любят читать такое, возьмите себе на заметку. Ну а я продолжаю свою уборку, очень удобно, что этой шваброй можно помыть под диваном, даже потому что обычно я диван отодвигаю, все там частично полисошу и потом уже задвигаю его обратно. А здесь с помощью этой швабры, в принципе, не обязательно отодвигать диван, там горячится, то есть все можно легко промыть. Как вы видите, у меня еще в комнатах нет никакого новогоднего декора, елку мы не поставили. У меня как-то был опыт, два года назад мы ставили рано елку в начале декабря, и вы знаете, она, во-первых, еле дожила до 31 декабря, потому что дети постоянно снимали с нее игрушки, кот был у нас тогда еще котенок, он перегрыз бусы, в общем, елка была уже в таком неприглядном виде, особенно снизу, и поэтому в этом году ставить рано елку я не хочу. Я уже перебралась на кухню, я после завтрака уже загрузила посудомоечную машину, она мне сейчас моет, и сейчас нужно протереть все рабочие поверхности. Протираю столик малыша, кстати, на кухне у меня уже есть тут небольшой новогодний декор, показывала вам в одном из прошлых видео. Я уже рассказывала, что мне не нравится, когда слишком много новогоднего декора, когда все увешано какими-то украшениями, еловыми лапами, где-то на полках везде-везде лежат вот эти елки. Мне это совсем не нравится, кроме того, это достаточно быстро накапливает пыль, я сейчас настолько привыкла к свободным поверхностям, чтобы все легко можно было протереть, и мне это очень нравится. В конце уборки я всегда радую себя какими-то мелочами, зажигаю свечи, я очень люблю свечи, причем сейчас стараюсь покупать свечи именно из воска, а не из парафина. Наливаю себе чай с какой-нибудь вкусняшкой, и это такие мои минуты отдыха. Еще хочу с вами в этом видео поделиться таким своим расхламлением в конце года, хотя я в принципе в течение года стараюсь расхламлять. Здесь я собрала вещи малыша, ему уже один год, и он много из чего вырос. Также я отдаю пеленки, они уже ему не понадобятся, и пеленальную доску. Кстати, эта пеленальная доска, можете поверить, ей 10 лет, она у нас осталась еще от старшего сына, я многие вещи не выбрасывала. И вот они пригодились даже для третьего ребенка. Я эти вещи не буду выбрасывать на помойку, я, как правило, даю объявления на Авито или на Юле, где предлагаю бесплатно забрать вещи, если кому-то они нужны. И, как правило, много людей, кто откликается, так что с удовольствием берут вещи бесплатно. Я снова вернулась на кухню, разбираю посудомоечную машину. Чаще всего я запускаю посудомойку на ночь, то есть в течение дня я коплю посуду и на ночь ее включаю. Но бывает такое, что после завтрака у меня накапливается какая-то посуда, и я включаю короткий цикл стирки, ой, не стирки, а короткий цикл мойки на 30 минут, а ночью, как правило, она моет часа 2. И сегодня мне нужно также кое-какие сухие продукты пересыпать в банки. Я уже рассказывала в своих видео, что сухие продукты на кухне я храню именно в стеклянных банках из Икеа, и они хранятся у меня в выдвижных ящиках. Вот здесь я пытаюсь впихнуть невпихуемое. Напишите, пожалуйста, бывает у вас такое или нет? У меня такое постоянно, что я все думаю, нет-нет, я умещу все, но потом в итоге оказывается, что ничего не умещается. И вот так вот банки выглядят в ящике. Мне кажется, что смотрится все аккуратно и наглядно видно. Я тут пока пила чай, взяла полистать вот такой журнал из магазина Магнит, точнее не журнал, а каталог. И хотела вам тоже показать. Обычно, когда у нас такие журналы накапливаются, я их сразу, ну обычно, то есть если муж из магазина привозит, я их сразу выбрасываю. Но в этот раз решила полистать что-то, он меня заинтересовал, и я в таком журнале увидела очень интересные идеи сервировки каких-то блюд и также идеи, как украсить елку, в какой цветовой гамме, какие можно подобрать украшения. В общем, интересно было его полистать. Я уже говорила, что в этом году я елку хочу украсить в таких классических цветах красный, зеленый, золотистый. Единственное, мне нужно докупить кое-какие украшения. Ну в общем, когда буду наряжать елку, обязательно все буду для вас снимать. Друзья, на этом буду с вами прощаться. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Пишите ваши комментарии. Мне очень нравится общаться с вами под видео, отвечать на ваши вопросы. До встречи в новых видео. Всем пока-пока!